Добрый день! Сегодня мы с вами познакомимся с таким творческим приемом как Fluid Art. Fluid Art это собственно живопись спиртовыми чернилами. Для того чтобы ее сделать вам необходимо иметь довольно большой набор инструментов. Первое вам нужно купить специальную бумагу пластиковую, которая будет не подвержена впитыванию. Также можно это делать не только на бумаге пластиковые, но можно также делать и на различных ламинированных поверхностях. То есть вы можете купить МДФ, который будет крашеный или у вас будет ЛДСП. То есть любая поверхность, по которой хорошо что-то течет, но при этом она не впитывается в поверхность. Следующее что вам понадобится, вам понадобятся мерные стаканчики. Они не обязательно могут быть такими большими как у меня. Это могут быть совсем маленькие. Вопрос только того, насколько большую работу вы хотите сделать. Далее вам понадобятся пипетки, но можно и обычной самой медицинской пипеткой это делать. Также вам понадобится супер концентрат, который добавляет яркости краскам. Непосредственно спиртовые чернила, их огромное множество, огромная палитра. И вы можете выбрать и найти оттенки, которые вы хотите. У нас, например, выбрано 4 оттенка. У нас есть белая такая плотная синяя и черная. И также у нас есть золотые оттенки. Помимо них вам обязательно нужно будет приобрести изопропанол. Собственно, это такой специальный технический спирт, который продается в различных таких не очень доступных магазинах, но в целом через интернет его свободно можно приобрести. Его используют в радиотехнике и он, в общем, доступен. Имеет очень резкий запах, поэтому, когда вы занимаетесь в общем спиртовыми поисками разными для того, чтобы создать какую-то красивую работу, знайте, что это помещение должно проветриваться. Желательно вообще это делать на воздухе. Ну или, соответственно, одевать специальную маску для того, чтобы этот резкий запах вам не мешал создавать красоту. А еще, помимо этого, у меня есть две вот такие баночки, в общем, золотые, красивые. В одном случае это Metal Power. Это, в общем, всплывающий такой золотой порошок. Увидите, в общем, в чем его смысл немножко дальше. И такой золотой пигмент для того, чтобы были красивые разводы и получались блестящие элементы. Собственно, с чего все начинается? Начинается все с того, что вы берете три. В данной ситуации от количества цветов все зависит. Можно еще, у меня как раз три, у вас может быть множество. Соответственно, тогда нужны обязательно отдельные баночки. Вот. И после этого, собственно, нужно приступать к работе. Итак, что мы с вами, собственно, берем? Мы с вами берем вот этот изопропанол, да, этот спирт, и в небольших очень количествах наливаем, соответственно, в баночки, в которые вы хотите, чтобы прямо буквально понемножку. Действовать надо довольно быстро, в связи с тем, что у него довольно резкий запах. И дальше нужно добавлять буквально по одной капле. Добавляя всего лишь одну или две капельки, будет получаться довольно активный концентрат. Вы, соответственно, его разводите, готовите. Потом берете следующий цвет, например, у меня это черный. Черный можно погуще. Вот. И тоже его размешиваете. У меня все. То есть пигмента самого нужно совсем мало для того, чтобы получить, что вы хотите. И, соответственно, белый. Можно белый тоже побольше, чтобы он был поплотнее. Так, после этого золотой добавляется после, не в один из этих, соответственно, пигментов. После этого, для того, чтобы цвет был наиболее яркий, вам нужен вот такой суперконцентрат. Он продается всегда вместе с этими спиртовыми чернилами. Да? И вы этой пипеточкой, собственно, набираете какой-то объем и туда его... Не набрался у меня. Вот так чуть-чуть. Чуть-чуть. И опять снова размешиваете вот так. Не пытайтесь сделать это настоящим каким-то спиртом, да. Не пытайтесь это сделать, не знаю, водкой и так далее. Он не будет работать. Он превратится тут же в резинку, как только вы хоть капельку добавите. То есть исключительно вот этот спирт подходит для вот этих работ. Ну а дальше, соответственно, надо просто действовать быстро, наливая на листик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 Мне очень понравилось. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Итоги нашего мастер-класса прошли, я считаю, достаточно удачно, у всех получились работы, которые будут прекрасным украшением дома и дома. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова